Я вас сейчас немножко извлеку после всяких таких сложных докладов технических. Я вам расскажу об опыте практического применения NextGIS COGIS. Ну, собственно говоря, для развлечения товарищей директоров заповедников, для обеспечения флешмоба особо охраняемых природных территорий, дневник удачи и эстафета подарков для ОПТ. Значит, в чем заключается флешмоб? В один прекрасный день директоров заповедников и других особо охраняемых природных территорий решили, что вот их заставляют что-то делать для года экологии, то они там эстафеты бегают, то они там школьников извлекают. И просто так, не в честь года экологии, они решили устроить такой флешмоб. Они отправляли до утра в дневник удачи, тетрадку с пожеланиями и подарками. Все события на паршруте дневника освещаются в группе, а передвижение дневника вот было решено как-то зафиксировать на карте. Для этого мы решили выбрать именно NextGIS. Предложение к чему? Потому что, ну дальше я расскажу к чему. Значит, какие задачи? Это картографическое представление состава участников, слежение за путем и местоположением дневника. Ну вот я предложила им на тетрадку присобачить GPS-трекер, но они отказались, решили по трекингу Почты России. Дальше. Такие задачи более сложные. Это ознакомление собственности заповедников с технологией WebGIS на примере NextGIS. Ну, затем тестирование NextGIS в качестве инструментов обмена информацией между заповедниками. Ну и такой еще была у нас задача, так и не решенная. Это обновление слоя региональных особоохранения территорий, потому что его нет. Если в федеральной как-то существует слой, то региональный, в общем, на ГИС-лабе есть проект по его созданию, но он буксует там, в общем, конечно, слишком мало участников, слишком много этих региональных ОПТ, слишком сложная, законодательная, там, в общем, не все вывешены о них документы, они, получается, что закрыты, что незаконно, но, к сожалению, это так. В общем, у меня была надежда, что регионалы сами себя отрисуют, и в таком случае это будет более открытая информация. Ну, значит, какие у нас были исходные данные, переходим именно вот к открытым данным. Векторный слой ОПТ взяли от прозрачного мира, обновленный за 16-й год, сейчас уже есть новое обновление за 17-й год, вот наша карта знаменитая. Векторный слой ОПТ, особоохранения в территории регионального значения сайта ГИС-лаб, то, что там успели отрисовать участники, трекинг почтовых отправлений, но это просто там написано, там, вот, сегодня посылка находится в таком-то населенном пункте. Все на этом. И картографическая основа, подложка – это ОСР. Почему был выбран сервис именно NextGIS? Ну, во-первых, потому что он очень наглядно и быстро переносит то, что нарисовано в настольном КУГИС, в WebGIS, без каких-то отдельных телодвижений. Карта получается, и все. Ну, почему вообще, на самом деле, почему вот так вот такая простота важна? Потому что в ОПТ не очень любят работать с ГИСами, вообще говоря. То есть некоторые умеют, некоторые нет, и надо было максимально просто вот сделать им прямо вот из коробки сервис, чтобы… Ну, вот, грубо говоря, сел я, там, какой-нибудь там уникальный специалист, нарисовал свои границы и радовался жизни, чтобы ничего, ну, лишнего программирования, чтобы ничего этого не было. Сама карта была полностью оформлена в настолке, и потом перенеслась, ну, просто вот одним нажатием кнопки, я им всем показывала, как это делается, видео с тела выложила в группу. Прямо вот переносится в таком же виде в Web. Ну, дальше предактирование обновлений, это все вы знаете прекрасно. Ну, и кроме того, все это бесплатно, что тоже для заповедников актуально, они все, как правило, без денег. Ну, вот это все тоже все знают прекрасно, они не знали, что все это очень прямо и прозрачно и быстро взаимодействуется, без каких-то особо специальных знаний. Я вообще программирование вообще не шарю, но все это мне удалось поднять, в общем, без какой-то помощи и без всего. Ну, и вот сама эта группа, вот передается дневник, на обложку ставится фото заповедника, в которой дневник держит путь. Это вот Псуновская лавина на фотографии. Значит, сыграла на данный момент 23 участника, из них, и пять уже, и шесть, уже получила посылку, но, к сожалению, в Дальнем Восточном морском заповеднике она зависла. Почему-то они дальше их не отдают. Ну, дальше я сделала всякие там примочки такие, чтобы было им интереснее. Это, например, то, что при клике на заповедник, который уже получил посылку, выходит фотография по желанию того, что они в дневнике написали. Дальше вот интересный момент у нас получился взаимодействие с разработчиками. То есть несколько штук, несколько хотелок было написано на форуме Gislap, и их реализовали впоследствии. Потом один мы словили большой глюк, вот этот вот, который Connect, Item References Before Assignment. Даже что получилось, что это какой-то очень редкий глюк, очень при редком системе достижения обстоятельств, вот именно его мы и словили. Вот, ну там какие-то такие технические вопросы. И все это у нас даже вот получилось в результате на реальном проекте. Некоторые хотелки вот высказаны, они были потом реализованы. Ну и дальше немножко расскажу тоже про то, что у нас происходило. Вот посылка от Махала, на самом деле она получается, вот самая западная точка это Кастамужский заповедник, а самая восточная это дальневосточный морской заповедник, где она, в общем, и пропала. То есть она прошла всю Россию, причем несколько раз. Потому что сначала она пошла из Москвы в Денежкин камень, потом, да, на Байкал, за Байкал, на Байкальский, в Байкальский заповедник, потом обратно, в Кастамужский. То есть получается, что она всю Россию проехала два раза. На самом деле была еще идея планировать как-то логистический маршрут посылки, но ВФТшники на это не пошли. И на самом деле, ну вот из Байкальского, они отбывали послать куда-нибудь дальше, на Дальний Восток, и они отправили в Кастамужский. Ну а Кастамужшане отправили обратно в Дальневосточный. То есть получается, что, в общем, логистику никакую спланировать не получилось. Хотя вот синим показаны те, которые тоже хотели бы поучаствовать. Вот мимо них она туда-сюда и так и ходит. Ну и вот дальше, ну и понятно, я тоже показывала где-то людям, что можно делать какие-то вычисления уже по этому. Сколько прошла километров посылка. На самом деле еще можно было посмотреть, сколько времени на каком участке она была, потому что заносилась в атрибутику. Ну числа, где, с какого по какой она была вот на этом участке. И вот посмотрите, всего сколько она прошла. Там получается какое-то огромное число. По-моему, 20 тысяч километров. Это и без Дальневосточного, это еще кусок этот не дорисован. Ну вот, и напоследок фотографии этих наших учебов ПТ-участников. Денишкин камень, потом Тегерекский заповедник, Алтайский. Со снегами это Байкальский и Усунорская котловина. Значит, выводы какие? Что флешмоб, ну вот я пишу, успешно продолжается. На самом деле, вот не знаю, что делать с Дальневосточным заповедником. Вроде обещали его это. Там у них слет в октябре, обещали его попинать. Дальше, если участники заинтересуются, можно внедрять такую же технологию уже в нормальном формате. Вот не в таком шуточном, а там уже какими-то данными обмениваться. Вот на базе NextGIS. Там какие-то, там, ну, грубо говоря, дорисовывать какие-то их там объекты и территории, а-ля ОСМ. Ну вот, к сожалению, не удалось реализовать обновление карты региональных особоохранительных территорий. Потому что у нас оказался всего один участник. Узравленная Родина. Они себя нарисовали. Остальные, в общем, никто не присоединился. Ну, не знаю, может быть, из-за того, что в Фейсбуке. Может, там на ВКонтакте в основном сидит. Не знаю почему. Ну, собственно, вот. Могу показать, если получится, нажать куда надо на сайт. Там по ссылке просто перейти. А, там и ссылка. Да, в конце, на последнем слайде. Которая? Да, да? Веб-карта, да. В общем, это просто перетаскиваем себе тремя пальцами. Я показываю это. Ага. И двумя пальцами на штат. Тремя перетаскивать. Так, понятно. Думя на штат, тремя перетаскивать. Унаживайте просто один раз. Ну, вот видите, простейшая карта. Там показан путь по трекингу, показан сам заповедник. И если на вложение нажать, то будет фотография, если где она есть, самого дневника и самого этого заповедника. Ну, вот сейчас посмотрим, например, Денежкин камень. Там у него вся атрибутика, вложения. Страничка с пожеланиями из Уравленной Родины. И фотографии. Вот и все. То есть, я говорю, что очень простой сервис. Но вот он, поскольку из коробки ставится и не профессионалом, то получилось очень даже интересно сопровождение такое. Это картографическое флешмобу в Фейсбуке. Все. Спасибо за внимание. Сотрудники ОБТ не хотят, допустим, вновлять области КМЭП. Уговорить их, мне кажется, что даже вот такое простое дело, как нарисовать себя на простой этой веб-карте, которая создана вообще вот просто вот вакликая мышью, даже этой мне удалось уговорить. Конечно, я надеялась на то, что удастся их подвигнуть на то, чтобы они свои эти заповедники сами обновляли ВСМ. Потому что, естественно, там все плохо с отрисовкой в границе с заповедником, там туда попасть нельзя. Но вот, как показала практика, они вот, я говорю, даже вот на такого простого, чтобы себя посмотреть хотя бы и проверить на вот такой карте, и то они это делать не хотят. А почему? Кто-то считает, что вот он там недостаточно подготовлен. Дескать, вот у нас нет гизинженера, а там у нас только все одни там охотники и гиря. То есть они просто вообще не понимают, о чем идет речь и как это делается. Несмотря на то, что в процессе создания вот сервиса я там отсняла, каждый там, каждый чих был отснят и выложен, как это делается, все равно этого никто делать не захотел. А другие скажут, что ну вот у нас других дел полно, там у нас, даже если у кого есть гизинспециалист, например, у Денежкин камень, у них специалист, собственно, директор. Она говорит, ну как, когда еще буду тебе рисовать ОСМ? Так что там все и выпирается в то, что нехватка сотрудников, конечно, и нет у них желания что-то делать для, ну, открытое, в плане открытых данных, там, для сообщества без какого-то там финансирования. Почему все-таки отказались от трекера для посылки? Я знаю, что карята вот выведают совсем тяжелую проблему с почкой РСИК, но это же просто для смеха от посылалки и просто кросс-трекера. Ну вот, никто не захотел его покупать на свои деньги. Понятно. Ну я тоже, я говорю, что давайте, ему будет гораздо интереснее, если будет в реальном времени следиться там, где она находится. Нет, ну там даже вопрос не в том, что в реальном времени, а в том, что она туда показывает много вещей, которые хочет сама. Ну, кстати, надо сказать, что да, там были очень курьезные вещи какие-то, что там посылка едет назад, там, не туда, куда надо, и вообще кое-нибудь бок. Но это было видно и по трекингу Почты России. Потом, например, однажды получилось так, что там посылка у Почтальона, и три дня Почтальон ее там не доставлял на место. Все смеялись, что там Почтальон ушел забой. То есть там, в общем, много таких, это курьезов было. Ну, на самом деле, вообще говоря, Почта России, вот в данном случае, она работала практически идеально. И в основном все затыки были из-за того, что сами заповедники тормозили и не отправляли дальше посылку. А вот эти линии, они отрисованы по дорогам или как? Ну, это просто я нарисовала это, как я по железной дороге, в основном. По Трансибу там, по этим самым, просто глядя на железную дорогу, приблизительно предполагая, как она пойдет там. Ну, там видно, вот по этим вот, по трекингу, там видно, в каких сортировочных пунктах она находится. И там, в общем, в принципе, там по-другому не нарисуешь там. Все понятно, что она уехала по железной дороге и останавливалась в каких-то городах. А есть у них какие-то мероприятия для УПП, чтобы вместе их собрать? Тьма-тьмущая, особенно в этом году. У них же столетие заповедной системы, они вообще беспощадно тусуются. У них, по-моему, в этом году вот все время. Ну, я надеюсь, что мне удастся таки рассказать. Во-первых, вот на их слете сейчас директоров вот Анна будет рассказывать, Кошнина об этом же сам. И в Питере на открытых ГИС тоже, я думаю, что кто-нибудь из нас расскажет. Спасибо. 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 Продолжение следует...